На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте в студии Рустам Зонтария. Сегодня в выпуске. Клятва на Конституции. Судья Алиса Бегуа принесла присягу в Народном Собрании Республики. Мосты без перил, древние качели, незапертые чердаки. Рубрика «Будьте бдительны» продолжает свою работу. Российские квоты абхазским студентам. Отборочная кампания на поступление в российские вузы в этом году завершится позднее обычного. Клятва на Конституции. Избранная пятым судьей Конституционного суда Алиса Бегуа принесла присягу в Народном Собрании Республики. На заседании сессии присутствовал вице-президент Виталий Габния. В повестке дня значился только один вопрос. Репортаж Ланы Казанба. Алису Бегуа на должность в суде Конституционного суда избрали 12 февраля. Тогда за ее кандидатуру проголосовали 23 народных избранника. Как вам известно, на прошлом заседании сессии рассматривались кадровые вопросы. Была избрана Бегуа Алиса Зуравовна на должность в суде Конституционного суда Республики Абхазия. Согласно закону Республики Абхазия, Бегуа Алиса Зуравовна должна была принести присягу в присутствие президента Республики Абхазия. Однако, президент находился, как и в настоящее время, за пределами республики. С 15 февраля сего года обязанности президента официально возложены на вице-президента Республики Абхазия Габния Виталия Вихторовича. Присягу Алиса Бегуа принесла в присутствии вице-президента Абхазии, который исполняет обязанности главы государства, находящегося в отпуске. Адзбой и Мацуран кулу Абшны в жиларчапutable Таубазуэд Ламисцкал, Абшны в конституции дзбара Ацбой и Напанцева шино-жигдело, Абшны в жиларши сихчало, Убриан Абшны в конституции ады да чака шикунного. Таким образом, формирование Конституционного суда практически завершено. Дело за малым выбором председателя. Роль Конституционного суда особенно важна. Вес и слово Конституционного суда в лице ее представителей должны быть максимально доверительны для общества. Напомню ранее, судьями Конституционного суда были избраны Людмила Ходжишвили, Нуритания, Рауль Пантия и Диана Пилия. Итак, судьи избраны. Конституционный суд сформирован. О том, когда высший судебный орган страны проведет первое заседание и чему оно будет посвящено, в интервью нашему телеканалу рассказал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. В соответствии с Конституционным законом о судебной власти, в течение 10 дней после формирования полного состава Конституционного суда, судьи избирают председателя Конституционного суда, его заместителя и судью секретаря Конституционного суда. Суд считается сформированным после того, как избран пятый судья Конституционного суда с момента вступления ее в должность. Моментом вступления в должность судей Конституционного суда является день принесения присяги. То есть с сегодняшнего дня отчитывается 10-дневный срок, в течение которого суд должен собраться из своего состава, избрать председателя, зама и судью секретаря. Председатель, зам и судья секретарь избираются тайным голосованием. Голосование проходит в индивидуальном порядке. Председатель, зам и секретарь Конституционного суда могут быть выдвинутыми другими судьями, а также допускается самовыдвижение. Избранным считается тот судья Конституционного суда, который получил большинство от общего числа судей. Как мы знаем, суд Конституционный состоит из пяти судей. То есть председателем считается избранным тот, за которого проголосовало не менее трех судей Конституционного суда. Председатель Конституционного суда избирается на трехлетний срок. Полномочия самих судей составляет 15 лет, но каждые три года председатель Конституционного суда подлежит замещению. Назначение Дмитрий Сериков освобожден от занимаемой должности вице-премьера министра финансов республики согласно поданному заявлению. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Согласно документу, исполнение обязанностей министра финансов республики Абхазия возложено на заместителя министра Ирму Амичба. Ирма Амичба – выпускница экономического факультета Абхазского государственного университета. С 29 октября 2011 года по настоящее время заместитель министра финансов республики Абхазия. К другим темам. Печальные вести с дорог страны. Четыре человека погибли в аварии в Гагарском районе. Как сообщает Абхазия Информ, ДТП произошло 18 февраля на 39-м километре автотрассы Псоу-Сухум в районе моста через реку Бзыбь. Водитель автомашины ВАЗ-2109 Алхаз Пыгуглы 1995 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, затем упал в кювет и столкнулся с деревом. Водитель и находившиеся в автомобиле его мать, супруга и сестра погибли. Все они жители поселка Бзыбь Гагарского района. Среди версий произошедшей трагедии – неисправность автомобиля и вероятность сердечного приступа у водителя. Мосты без перил, древние качели, незапертые чердаки. Рубрика «Будьте бдительны» продолжает свою работу. Наши корреспонденты вновь отправились по опасным местам столицы. Смотрите второй репортаж из цикла «Будьте бдительны». Слово Элеонори Гилаян. Маяк, улица Адлиба, район пивзавода. Мост, на первый взгляд, конечно же, никого не смущает ровно до тех пор, пока не становится заметно. Он без перил. И стоит, например, велосипедисту слегка потерять контроль за движением. Страховки здесь никакой. Что уж говорить о темном времени суток и детях. Говорить нам действительно не приходится. Сама локация довольно кричащая. Это участок активного автомобильного движения. Кстати, как нам рассказывают за кадром местные жители, перила моста были утеряны именно в ходе ДТП. Машины в течение многих месяцев в случае потери контроля ударялись об них. И за счет этого, возможно, спасали жизни своих владельцев. Именно это место активнее других и затапливается при стихиях. Да и вообще не кажется ли странным поиски аргументов для такой простой, казалось бы, вещи, как перила у моста? Улица Кагония. Давно забытый детский парк развлечений. И ладно бы забыты всеми, но именно дети это место помнят, любят и, как следствие, ходят сюда. Наверняка уровень аварийности зашкалил еще задолго до того, как рухнули, например, вот эти качели. Естественно, задолго. Должна признаться, что еще я в своем детстве приходила сюда со школьными друзьями. И уже тогда наши родители говорили об опасности этой площадки. Прошло немало лет. Ржавчина поглотила еще больше пространства. Все так называемые аттракционы, кажется, можно сломать, едва притронувшись к ним. Да вообще-то, между прочим, такие, как вам сказать, устройства, которые работают на механизмах, они требуют регулярного осмотра, проверки на прочность, все такое. Даже качели там же на площадке недалеко. Уже на них опасно детей катать. Несколько этих вот даже выломанных уже, держалки эти перекошенные, сидений нет. Вот так ходишь со своей подушкой, ставишь и ребенка катаешь. Там тоже ненадежно. Ребенка раскачаешь, а вдруг это сорвется. Потому что уже сколько лет, и никто ее не проверял, никто не смотрел. Меж тем всем известно, что в теплое время года в этой будке находится человек, берущий деньги за посещение этого парка. Суммы, конечно, маленькие, но сам факт абсурдный. Обнаружить холодным февральским понедельником кого-то, имеющего отношение к этой аварийной зоне, нам, конечно, не удалось. Тем не менее, возможно, эти люди сейчас смотрят наш репортаж. Как и смотрят ответственные городские службы, если таковые, конечно, есть. Ваши дети ходят сюда? Красота! Город как на ладони. Но это все лирика. А на деле открытые чердаки и толпы подростков, снующих туда-сюда, то ли в поисках экстрима, то ли уникальных селфи. Так или иначе, пока не случилась катастрофа. Обратите внимание на крыши ваших домов. Крыша, на которой находились мы, принадлежит дому на углу Воронова и Лакоба. Больше известному как Лекторский. В нашу редакцию прислали фотографии, которые вы сейчас видите на экране. Несколько ребят на большой высоте. Вся крыша в проводах, а чердаки открыты без исключения. Как мы убедились сами, когда под тобой город, голова закружится даже при очень хорошей физической подготовке. Но так устроен наш Сухум. Здесь везде риски. Мы по-прежнему ищем и не находим объективные причины для отсутствия у моста Перил незакрытой критически аварийной десятилетия детской площадки или не установленных на чердаках замков. Но это мы. Кто-то точно знает наверняка, почему все так устроено. Мы же знаем только одно. Будьте бдительны. И вновь обращаемся к вам с просьбой. Пишите на почтовый ящик и на нашу страничку в социальной сети Facebook, которая называется телекомпания Абаза ТВ. В своих сообщениях вы можете рассказывать о тех местах в Сухуме, которые, на ваш взгляд, представляют реальную опасность для жизни и здоровья горожан. Российские квоты абхазским студентам. Отборочная кампания на поступление в российские вузы в этом году завершится позднее обычного. С чем это связано, как правильно подать заявку абитуриенту, когда состоятся первые экзамены в репортаже Амелии Асатурян. С учетом государственных и общественных потребностей Республики Российская Федерация предоставляет абхазским абитуриентам квоту на обучение. В этом году отборочная кампания началась позже обычного. На это есть ряд причин. Это связано в том числе с тем, что поздно к нам пришла квота, а также с тем, что сейчас идут выборы президента Российской Федерации, и все силы направлены на эту сторону. Квота меньше, вы уже знаете, 53 места. Это в три раза меньше, чем в прошлом году. Основной причиной решения российского руководства сократить квоту стало невозвращение людей на родину после получения образования, отмечает Дмитрий Кононов. Российский бюджет оплачивает им обучение, и главная цель этого не переманить людей в Россию, а наоборот вернуть их сюда, для того, чтобы они помогали Республике развиваться. Поскольку этого не происходит, сейчас, видимо, руководство наше будет думать, каким образом переформатировать эту работу, и будем стараться развивать, в том числе и другие образовательные проекты, уже на базе самого университета, помогая и поддерживая университет. Официальный старт подачи документов для участия в конкурсе на поступление в российские учебные заведения был дан 14 февраля. До 25 числа текущего месяца абитуриенты, согласно инструкции, должны зарегистрироваться на сайте Russia Study. В офисе Россотрудничества, который располагается в Доме Москвы в Сухуме, также в случае необходимости подскажут, как правильно оформить заявку. На втором этаже у нас, в 209 кабинете, в компьютерном зале, консультации специальные, то есть не по документам, какие туда прикладывают, а как это вообще делать. Там с 16.00 до 18.00 всегда сидит сотрудник, и любой желающий может прийти и при помощи этого сотрудника пройти регистрацию, вложить себе документы. Представители Министерства образования и науки Абхазии входят в состав рабочей комиссии по отбору абитуриентов в ВУЗы России. Ведомством также будет проведен первый экзамен по абхазскому языку. Испытание является обязательным для всех, однако его результаты не повлияют на показатели конкурсного отбора. На следующей неделе мы планируем проведение экзамена по абхазскому языку. Точнее, об этой дате мы сообщим ближе к концу недели. Экзамен для двух типов, для учащихся абхазских школ и для учащихся в остальных национальных школах. Соответственно, и подходы к экзамену для этих двух разных типов школ будет разным. Ориентировочно-отборочные экзамены представительством Россотрудничества в Абхазии будут проведены в 20-х числах марта. Одно из основных новшеств этой отборочной кампании то, что все контрольно-измерительные материалы, то есть задания для экзаменов, они будут подготовлены в Москве в Центральном аппарате Росотрудничества при взаимодействии с ВУЗами, с Миноборнауки России и уже пришлют нам их сюда. Запечатанные, собственно, как это уже неоднократно обсуждалось, как и хотели это сделать, начиная с прошлого года. Для этого нужно время. Ну и кроме того, как вы знаете, наши сотрудники активно задействованы в избирательной кампании президента Российской Федерации. Поэтому сейчас мы тоже активно в первую очередь работаем по этому направлению. Первыми планируется провести профильные экзамены. Они пройдут в несколько этапов. Порог в 50 баллов определен как минимальный проходной. Что касается творческих специальностей, то здесь сложнее. Желающие поступить на творческие направления смогут стать студентами лишь после успешной сдачи экзаменов сначала в Абхазии, а затем и в России. Квота по медицинским специальностям еще не утверждена. В ближайшее время ожидаем точное количество квот по медицинскому направлению. Оно завязано на Министерство здравоохранения. Количество, какое выделено для Республики Абхазии, определяется посредством Министерства здравоохранения Российской Федерации. На сегодняшний момент пока точное число нам неизвестно. На сегодняшний момент более 400 желающих обучаются в Российской Федерации по различным уровням образования. Я думаю, до конца недели эта цифра подрастет. Отборочная кампания должна завершиться в начале апреля. Для тех 53-х человек, которые поступят в российские вузы, представительство Россотрудничества в Абхазии организует трехмесячные курсы по русскому языку и компьютерной грамотности. Амелия Сатурян, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в области археологических и исследовательских экспедиций между Русским географическим обществом и фондом «Горная Абхазия» состоится 21 февраля в московской штаб-квартире Русского географического общества. Напомним, первый международный форум «Горная Абхазия» состоялся 24 ноября 2017 года в международном пресс-центре «МИА Россия сегодня». Форум стал площадкой для экспертно-аналитической поддержки и развития совместных проектов в области культурного наследия, археологии, поискового движения, экологии и туризма. В качестве нового туристического маршрута в сфере мирового туристического бизнеса. Делегация ТПП Абхазии во главе с ее президентом Геннадием Гагулия приняла участие в международной туристической выставке в Праге. Как сообщает пресс-служба ТПП, первый день открытия выставки запомнился абхазской делегацией тем, что давление грузинского посольства Грузии в Чехии на Министерство регионального развития Чехии и требования к администрации выставки закрыть абхазский павильон оказались провальными. Красочный абхазский павильон сразу же вызвал огромный интерес как у участников, так и посетителей выставки. Гости павильона с удовольствием дегустировали знаменитые абхазские вина, чачу, коньяк, мед, чай, аджинджух, разные джемы и варенья и другие национальные продукты. Особым спросом пользовалась абхазская джика и все хотели ее приобрести. Большой интерес вызвала и представленная печатная продукция на чешском языке, информирующая о туристическом, сельскохозяйственном и инвестиционном потенциале Абхазии. Ее для выставки подготовили в ТПП специально. Также специально была разработана памятка, как попасть в Абхазию, которая пользовалась огромным спросом. Поможем вместе. В самом разгаре благотворительный донорский марафон «Открытая ладонь», целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме нехватки донорской крови в республике. С момента начала акции 15 февраля Центральный банк крови в республиканской больнице посетило более 30 человек, в основном это люди от 18 до 35 лет, не желающие остаться безучастными в спасении тех, кому это порой так жизненно необходимо. Акция продлится до 25 февраля. Спорт. Лучшим защитником открытого турнира по баскетболу в памяти заслуженного тренера России Пахмутова среди юношей 2005 года рождения и младше в Сочи признан наш спортсмен Сандро Харазия. Как сообщает Абстнепресс, в соревнованиях приняли участие 8 команд. В матче за третье место команда Сухума в игре с командой Белореченска одержала победу со счетом 24-43. По итогам игр лучшим защитником турнира признан абхазский баскетболист Сандро Харазия. Тренирует команду Дмитрий Джинджолия. Эдгард Цамбов чемпион. В завершившемся в Сыктывкаре первенстве России по боксу среди юниоров наш земляк Эдгард Цамбов стал победителем весовой категории до 75 килограммов. После трех побед Эдгарда на первенствах Европы и одной на первенстве мира этот успех кому-то может показаться не столь значительным. Однако, как считает заслуженный мастер спорта по боксу бронзовый призер Олимпиады 2004 года в Афинах Мурат Храчев победа на этом турнире была очень важна по нескольким причинам и самое главное это первенство России. Сейчас о погоде в Сухуме. Во вторник 20 февраля в столице ожидается переменная облачность ночью и утром без осадков к вечеру возможен слабый дождь температура воздуха днем 14 ночью 6 градусов выше нуля на этом пока все следите за развитием событий вместе с нами до встречи в эфире с вами субтитры